вообще говорить с женщиной о возрасте в том числе а ее достаточно опасное занятие и тем не менее возраст это тема нашего сегодняшнего интервью у меня на онлайн связи алла старостина автор проекта возраст не срок годности про эйдж блогер и эксперт моды доброе утро здравствуйте сергей со мной можно об этом потому что у меня первых строках моего instagram канала стоит мой главный kpi это мой возраст так что об этом будем почему тема возраста сейчас актуальна и важная проблема я 25 лет рулила бизнесом потом передала управление детям подняла глаза от такой бизнесовая история и что я вокруг увидела массу стереотипов страхов и ограничений связаны связаны с возрастом основном у женщины и я хочу сказать что эта проблема общество воспринимает женщину 50 плюс как отработанный материал и здесь у нас два варианта действий два выбора первый это пойти по общей колее и подчиниться вот этой ситуации конечно это будет наименщика сопротивление выбор вторую он требует мужества это именно пойти против течения и здесь уже нужно резистентность критики к осуждению в общем это такой нелегкий путь мы наверное все привыкли что человек там пятьдесят пять лет которому тем более 60 это уже человек у которого есть внуки и общем это бабушка ну или дедушка да а сейчас уже приходит другая концепция ей на смену мы видим в рекламе очень много вот этих счастливых улыбающихся красивых людей поджар их в возрасте вот это вот что новый тренд в какой-то новый образ жизни и другая модель она идет с запада это называется тренд flat age society если перевести дословно это общество без возраста возраст как критерий перестает действовать например те же возрастные проявления в виде седины и морщин они уже не воспринимаются даже как недостаток и их не стараются как-то подкорректировать но к сожалению у нас до нас этот тренд еще не дошел вот и у нас ситуация такая что общество реально выгодно и привычно этого человека списывается счетов потому что почему почему смотрите если человек в таком прекрасном я называю продвинутом возрасте собственно загружен проблемами именно возрастные и подчиняется старой модели то что мы имеем что он реализуется в чужие цели собственной реализации вопрос уже не стоит и естественно но про чужие это цели это какие то есть он сидит с внуками вот с теми же внуками он и сидит то есть baby sitter 24 на 7 и в итоге на работу не устроишься вроде как при том что нет ограничений формальных далее очень сложное восприятие внешности женской например 55 плюс почему об этом говорю такой самый больной мой вопрос потому что я работала в фэйшн сфере и я понимаю как воспринимают возрастную женщину вот представьте нарисуйте такую картинку в метро стоит женщина такая в неоново-коралловом костюме с ног до головы и сумочку нет тоже такого же цвета и обувь тоже такого и она красиво безумно но не все в общем-то понимают ее красоту скорее на него смотрят как на фрика то есть получается что скорее привычно видеть нечто такое серое незаметно возрастное до конец веселенький ситчик да и когда ей уступают место она на нее смотрит определенным взглядом уже и она уже думает а ее ступень по старости или из уважения то есть здесь вот такая нисходящая спираль получается и кроме всего этого человек в возрасте он сам по себе немножко но реально мы тупим местами потому что вот тот жуткий шквал информации в котором привычно жить поколению z для нас это проблема я вот ассоциирую эту ситуацию вот пришла женщина та же самая уже не в таком ярком костюме в аэропорт и вот она видит что люди двигаются там в общем толпа все спешат всем некогда она не знает куда бежать какому терминалу ей поезд уже там вернее самолет улетает регистрация заканчивается в общем полная ступор и при том что у нас поколение есть такая я бы сказала такая в кавычках милая особенность что мы боимся ошибиться и мы боимся признаться свои ошибки кстати молодежи это не характерно и эта женщина но выбирает вообще никуда не летать и сидеть дома с этими же внуками это не только безжалостно по отношению к женщинам красивого возраста но это еще и расточительно с точки зрения общества потому что ну собственно у нас мозги у нас уже опыт у нас решены материальные проблемы масс масса времени очень часто мы видим на улицах сейчас по крайней мере настолько надутые губки настолько на тянутое лицо что но все понимают что человеку но совсем не 18 дело не в том что реально женщина который 50 почти выглядит на 30 она выглядит на 49 но на уродливые 49 потому что такие вмешательства они добру я считаю что не ведут и на мой взгляд здесь решение в том чтобы понять привлекательность и ценность возрастной красоты но для этого людям не хватает информации потому что все же есть определенные стереотипы и вот я получаю много стилистических вопросов в своем блоге что можно носить женщине в этом возрасте что уже недопустимо какие стилистические приемы собственно для какого возраста применимо это проблема вообще на самом деле проблем у женщин возрастных достаточно много и и они усугубляются вот этим информационным океаном бездонным это и внешность как выглядеть классно и без особых затрат это и уходовые вещи потому что столько вот этих эйдж кремов а если мы ставим себе задачу омолодиться то не факт что она реализуема но что деньги мы сюда хорошие спустим это сто процентов проблем вы целый сон обрисовали что же делать то с этим я готова и в общем-то беру на себя задачу стать самым представителем вот этого общества без возраста в россии и нести эту концепцию я открыла на данный момент инстаграм аккаунт так как проекту немного времени несколько месяцев где-то подбираемся в десяти тысяч подписчиков также есть канал на цене дело в том что сейчас очень популярная тема построение сообщества интересов я считаю что возраст это очень крутой интерес и я вокруг этой темы строю сообщество которое решает вот какие собственно задачи первая задача это вот тот самый информационный контур некая такая платформа где люди будут получать информацию от очень высококлассных экспертов и вторая очень важная цель сообщества это формирование групп поддержки потому что уже сейчас комментариях под моими постами в инстаграм люди обмениваются мнениями делятся какими-то уже опытом успешных решений они понимают что они в какой-то проблеме не одинокие кто-то испытывает кто-то ее уже решил вот очень большой запрос на тело второй половины жизни дело второй половины жизни это бизнес имеется ввиду бизнес работа ну вот наконец-то делать то что чему лежит душа вот и здесь очень важны вдохновляющие примеры что не поздно начать в любом возрасте примеры людей которые вот в уже как направлен не могу сказать золотой возраст серебряные как его правильно называют что-то поменяли в своей жизни и вот успешно состоялись чем-то другом моя подруга пишет книгу действительно примеры многих таких людей собраны я сама являюсь примером этого я передала бизнес и собственно стала вот на этот новый путь это очень интересно это очень интересная реализация кстати в числе прочего сейчас я уже обнаружила писательский талант и пишу книгу а книга про ляпы как это ни странно то есть вот про то что кроме всего прочего человеку в том числе и в возрасте не нужно бояться ошибаться потому что собственно все в нашей жизни все лучшее в нашей жизни нам приходит путем ошибки какой-то случайности вот так что расслабьтесь ошибайте и ошибаетесь ли удовольствие да получается удовольствие двигайтесь вперед и там собраны разные такие опыты из моей жизни и здесь нисколько нужны преференции хотя бы предоставление равных прав чтобы человека прекрасного возраста чтобы его рассмотрели просто наряду с 30-летним здесь важно именно убрать вот эту дурацкую снисходительность по отношению к возрастному человеку как существу второго сорта и чтобы общество перестало списывать этих людей со счетов спасибо вам большое друзья мы сегодня беседовали с аллой старости на автора проекта возраст не срок годности про эйдж блогером и экспертом моды спасибо вам спасибо за замечательные вопросы удачи